Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернёмся. Прекраснейшая игрушка под названием, конечно же, Days by Gone. И мы с вами с каждым разом становимся всё сильнее и мощнее. И в прошлый раз мы с вами даже получили уже новую легендарочку. У нас появился новый посох, которым я всех благополучно так разматываю, что мне очень нравится. Ну а сегодня, ребята, мы с вами немножечко посильнее прокачаемся. Я уже вне серии сделал ребёрс, значит, мы с вами сможем открыть, возможно, новую способность, либо докачать себе прошлое. Плюс я планирую дойти хотя бы до сотого дня. Плюс у нас есть ещё несколько билетов, за которые мы с вами сможем разблокировать, может быть, ещё кого-нибудь интересного. Я всё ещё надеюсь получить себе легендарного героя, но пока что он падать нам не хочет. Эпические героев я получаю, вот легендарные вообще ко мне не хотят идти, поэтому давайте-ка попробуем. Может быть, кого-нибудь сегодня выбьем. Я, правда, вообще особо не прокачивался. Если так посмотреть, я с этим посохом спокойно всех разматывал. Если мы прямо сейчас прокачаемся, наверное, вообще все волны будут пролетать за секунды. Так, окей, скастанул спеллов. Прекрасно, получил ещё немного гемов. С сожалению, не так много, как бы хотелось, но да ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас по билетам. Сколько у меня? Всего их 5 билетов. С сожалению, десяточку не получилось накопить. Ну, может быть, из этого количества мне кто-нибудь да выпадет. Так, работа навыпала, Джоб, здорово, опять ты, не хочу тебя вообще в своём инвентаре никак держать. А ты уйдёшь? Нет, отлично, ушёл, всё прекрасно. Давайте ещё одного откроем. Это у нас Артур. Артур это у нас кто-то новенький. Такого ещё вроде не было. Так, вроде не было ведь Артура, да? Так, не путаю я ничего. Артур, ты где? Да, это новенький, отлично. Плюс ещё один персонажик. Так, а сколько вообще синих персонажей? Пайк, Кусак. Кусак, наверное, единственный, кого ещё не выбил из всех этих ребят. Так, у нас полная коллекция синих есть. Так, дальше у нас Пауль. Здорово, ты мне опять же не особо интересен. Чё мне серенькие персонажи, мне зачем? Дайте легендарку. Так, и у нас, опа, Элеонор, лучник. Новый эпик, отличненько. И ещё один билет даже остался. Ну-ка, давайте откроем. И кто это будет дальше у нас? Это Хэнк. Здорово, Хэнк, ты мне вообще... Всё настроение портишь. Зачем ты появился? Ну да ладно. Так, сколько стоит разблокировать следующий слот? 50 гемов. Что у нас умеет делать Элеонор? Ага, Х1 урона за одну секунду. То есть один выстрел в секунду. Да... Звучит, конечно, не очень круто. Но сейчас посмотрим, как это будет на деле. Поставим себе. 4 чисто персонажа. Прекрасно. Но до сих пор ни одной легендарочки нет. Плюс у меня есть ещё контейнеры. Поэтому эти разблокируем. Может повезёт. Выпадет ещё легендарная какая-нибудь пушка. Но пока что выпал Глок. Кстати, из серых пушек, по-моему, Глок мне ни разу не падал. Чё-то я такого не припомню. По-моему, Глок это единственное, что из серых оружий. У меня до этого ни разу не дропалось. Ну, а мы его скипаем. Зачем мне серое оружие? Я ищу себе какой-нибудь прекрасный пулемёт. Но получаю, как обычно, Глок. Зачем мне Глок? Я не хочу Глок. Всё. Избавляемся от него. У нас есть пока что прекрасный Алдан, который делает вообще... Всю работу, можно сказать, за нас. Так. У нас ачивочка ещё подъехала. Чё за ачивочка? Героев открыли. Прекрасно. За количество героев ещё расширились. Расширился наш запас рубинов. Так. И давайте что-нибудь прокачаем. Денег у меня дофигища, поэтому можно качнуться прям добротно. Так. Так. Полностью докачиваем шанс крита. Также можно прокачать проджектайлы на максимум. А дальше уже чисто, наверное, критикал дэмэдж я подниму. И дальше в дэмэдж вложимся, как вариант. Кнокбэк можно вообще на максимум прокачать. Это не такая уж важная вещь. Так. Сто процентов, пожалуйста. Полностью прокачиваем. Правда, нашего оружия вообще кнокбэка нет. Поэтому рассчитывать на кнокбэк какого-то смысла не вижу. Так. И остальное, наверное, всё я вкину чисто в наш дэмэдж. Все деньги туда уходят. И можно пойти и выносить всех оставшихся. Как минимум, хочу до сотого дня дойти. Потому что на сотом дне у нас откроется что-то новенькое. Какая-то новая характеристика. Я очень хочу её посмотреть. Очень хочу её увидеть. Так. Возможно, ещё прокачка забора какая-нибудь появится. Я ещё... Опа. Кстати, стоп. Подождите. Я специально атаковать сейчас не буду. Посмотрю, как у нас новая лучница атакует. И, кстати, неплохо вроде фигачит. Единственное, стреляет почему-то всё время куда-то вниз. Не особо понимаю почему. Но постоянный урон. Каждую секунду. Вполне себе. Думаю, что можно её оставить. По крайней мере, мне нравится, что у нас постоянно кто-то из наших персонажей выстреливает чем-либо. Потому что до этого у нас все были персонажи, которые раз в 8 секунд что-то кастовали. Так как-то, знаете, менее одиноко в поле наших снарядов. Так всё время какая-то движуха происходит. Так. Ну и самое прекрасное, что теперь закончить день у нас всего лишь требуется 4... Точнее, 4 волны всего лишь на дне. Я забыл ещё сходить, на самом деле, прокачаться за эликсиры. Ладно. Сейчас закончат тогда 95-й день. Заберём себе ещё один контейнер. И пойдём за эликсир и приобретём себе либо новую способность, либо прокачаем что-нибудь из наших старых. Но, наверное, открою какую-нибудь новую способность. Потому что у нас всё же... Всё остальное, что есть, оно довольно-таки хорошее. Но хотелось бы узнать что-нибудь ещё. Наверняка должна какая-то ещё прекрасная вещь выпать. Например, шанс крита, чтобы нам повысило. Потому что у меня есть увеличение критического урона. У меня есть увеличение урона. Увеличение урона героя. Так. И дальше у нас стоимость уменьшенного покупок. Вроде как пока что все прекрасные вещи. Но шанса крита пока не хватает. И одна, по-моему, бесполезненькая способность у нас есть. Это уменьшение здоровья мобов, которые нас атакуют. Это которые... Осадные монстры. Боссы всякие. Вот эти, да, ребята. Они, конечно... Вроде как бы и прикольно снизить у них здоровье. Но, с другой стороны, вроде как бы... Я их и так спокойно разваливаю. Ну вот сейчас выходит у нас наш новый некромант. И я его уничтожаю просто в считанные секунды. Единственное, надо успеть заморозить. Так, замораживаем. И получаем с вами коробочку. Прекрасно. Отлично. Спасибо. Дай коробку. Так. И сейчас ее в два раза умножаем. И у нас счет новенькая открывается. И что это за стата? А это еще магия. А, нет. Стата у нас потом откроется. Сейчас магия. Стата у нас будет еще через пять дней. Так. Значит, мы заходим снова в коробочки. Открываем. Может, еще легендарочку. Дайте легендарочку, пожалуйста. Какую-нибудь новую. Или прокачайте мне как-нибудь старую. Или дайте вообще мне руны. Я бы хотел себе руны. Но они тут не падают, конечно. Их в другом месте надо выбивать. Но хотелось бы. Так. И что у нас еще выпадет? У нас опять-таки выпала серая вещь. Что меня расстраивает, конечно. Зачем мне серые вещи даете? Я хочу синюю хотя бы вещь. Чтобы ее потом продать. И чувствовать себя лучше. Ну ладно. Так. Дальше можно в дэмэдж. Либо же в криты вложиться. Наверное, дэмэджа хватает. Пускай будут криты у нас посильнее. И можно теперь пойти наконец-таки эликсиры сделать. Смотрите-ка. У нас есть возможность. Теперь открыть еще один скилл за 185. Либо же прокачать наши текущие статы. Можно прям добротно так вложиться. И стать намного мощнее. Но вот мне интересно, какая будет новая способность. Поэтому я, пожалуй, попробую все же взять еще одну. Вдруг это шанс крита будет. И это эликсир мастери. Ого! Вот это, кстати, тема. Вот это хорошо. Так. Вот это. Вот в это я полностью вложусь. Это увеличивает количество эликсира, которое мы с вами можем получить. Так. Х1.3 эликсира чисто. Вот это вот в самом начале, если выпало, было бы просто прекраснейшим мастерством. Не зря решил вкинуть все же я в талант. В новый. Просто... Вау! Отлично. Мне нравится. Так. Остальное можно, не зная, докачать там critical damage. И пойдемте-ка с вами до сотого дня. Скорее хочется, конечно, дойти до тысячного дня. Там появится какая-то охота. Но до тысячного дня нам еще довольно-таки долго идти, как вы понимаете. Но, надеюсь, когда-нибудь мы с вами до тысячного дня дойдем. Скорее всего, это будет очень много серий. Вне серий. Через пару лет, может быть. Просто тысячный день, это ж капец, как надо долго проходить. Ё-моё. А еще открыть какую-то характеристику на трехтысячном дне, там капец, просто что-то должно быть нереальное. Так. Ну, благо, я рад тому, что за несколько реберсов, ревайндов мы с вами сделали такую вещь, что у нас теперь хотя бы не так много врагов на одной волне. Если, конечно, тысяча дней бы у нас было бы... Знаете, как, наверное, быстро можно пройти до тысячного дня, если бы у нас каждая волна была бы по одному противнику. Ну, чисто по одному делению. Вот тогда, наверное, мы довольно быстро могли бы прийти к тысячному дню. Если бы у меня еще были сильные напарники, которые сразу же бы всех выносили весь экран в ту же секунду, тогда да. Но, наверное, для того, чтобы таких найти себе героев, нужен как минимум легендарный герой, которых я пока что так просто получить не могу, к сожалению. Не хотят они не падать, в отличие от легендарного оружия. Вроде шансы там 2%, и тут 2%. Но вроде я открыл гораздо больше чисто персонажей. И мне не везет на персонажей. Билетов, мне кажется, я больше потратил, чем коробочек. А тут уже 2 легендарки есть, а вот до сих пор легендарного героя нет. Это обидно, я считаю. Это обидно. Игра меня обижает. Вот возьму, обижусь и перестану записывать ролики по Days by Gone. Поэтому поставьте мне лайк, чтобы я не так сильно расстраивался. Благодаря вашим лайкам, кстати, Days by Gone выходит только больше. Так что давай, не забывай ставить лайк. Кстати, кодовое слово сегодня пускай будет, не знаю. Динозаврик. Пиши динозаврик, получишь от меня лайк. Так, и 99-й день. Почти что сотый день. На сотом дне новая характеристика. Какая же должна быть? Так, critical chance есть, critical damage есть, мана хп есть, количество снарядов есть, откидывание есть. Я даже не знаю, сила магии как вариант. Возможно, следующая характеристика откроется как вариант. Хм. Ну, дальше я не знаю даже, что могло бы открыться. Может быть, забор или наших напарников как-нибудь укрепить. Но вряд ли бы это как-то влияло. Мне кажется, что-то должно быть другое. Ладно, сейчас сотый день будет, и не будем особо гадать. Узнаем, что же конкретно нам выпадет. Давай. День сто, день сто. Пройди быстрей врага мне, подай скорей. Хочу убить я его. И коробку получить. Нужна мне она. И легендарка тоже. Ничего не знаю. Так, давай, вылезай. Уже последний пункт. Все, давай. Выползай, свой динозавриков. Все, я всех вынес. Кто у нас босс на сотом дне? А, демонюка. Ну, ты меня особо не пугаешь, не напрягаешь, потому что я могу пробивать теперь сквозь его вот эти вот все сферы. Абсолютно спокойно. При помощи нашего великолепного, потрясающего, безумно крутого посоха. А вот и коробочки. И новая характеристика. Что это будет? Так, спелл дэмэдж. Ну да, значит, все же к магии это относилось. И я не то, чтобы часто магией пользуюсь в этой игре. Так что эта прокачка меня не сильно прям интересует. А вот криты, наверное, я усилю. Так, у нас новая стена появилась. Какая? У нас появилась новая стена за 100 рубинов. Прекрасно, просто волшебно. За 100 рубинов, конечно же, я откажусь. Не хочу. Я такое делал. Так, поэтому давайте посмотрим, что у нас есть. Дни компании. Соточку мы завершили. Нас похвалили за это пятью рубинчиками. Прекрасно. Так, давайте еще тогда открываем коробки. Что у нас здесь есть? Наверняка у нас здесь есть... Что-нибудь серенькое, да? Ну, кто ж сомневался? Сейчас мне только одни серые вещи будут падать. После того, как мне нападали легендарки. Больше они мне не захотят давать ничего прям такого супер-мега-ультра-имбового. Все будет вполне себе понятно. Все будет строго по правилам этим, да? Все серенькое будет. А дальше нам падать. Хотя вот если бы сейчас я открыл наверняка персонажа, наверняка бы мне выпало что-нибудь неплохое. Потому что столько раз она выпала не очень. Значит, теперь должен быть шанс того, что она выпадет что-нибудь нормальное. Но у меня нет билета, поэтому я не могу даже это попробовать. Обидно так-то. А я вот чувствую, что мне что-нибудь должно выпасть. Но вот я не получу этого, да? Не сегодня. Так, окей. Чисто можно качнуть еще плюс 4 урона. И у нас в тем временем... Сколько мы с вами эликсира получим? 429 эликсира. Так, следующий у нас ревайнд уменьшает количество волн. Потом у нас должна бы скорость подняться, да? А когда откроется еще третья ячейка, мне интересно. Такс. И тем временем, я думаю, нам вскинуться, наверное, в ревайнд попробовать. 429 ревайндом получить. Звучит очень соблазнительно. Плюс можно неплохо так вкинуть дальше в статы и еще усилить получение в будущем эликсира. И прям вообще должно быть супер круто. Вопрос, когда у нас откроется какая-нибудь новая стата. Новая стата на тысячном дне открывается. Нифига себе, просто новая способность у нас открывается на 105 дне. Ну, магия теперь может фигачить, но я особо магию не качаю. Но можно заработать побольше денег. Но с другой стороны, там x2 бонус у нас идет. Поэтому, наверное, все же эликсир сделаю. Давайте погнали ревайнд. Получаем еще тонну этого эликсира. Так, теперь смотрите-ка, что мы можем с вами сделать. Мы можем с вами что-то из этого добра качнуть. Блин, во что вложиться? Все такое хорошее. Все такое соблазнительное. Даже не знаю. Так, анти-сидж. Не хочется мне в это вкладывать. Либо открыть еще одну способность. Но я уже получил практически все, что я хотел. Из вот этих вот скиллов. Хмм. Либо не жадничать и все же качнуть эликсир мастер. Сколько уровней я его качну? Ну-ка. Один? А, не, у меня не 100%. Это мы с вами вместо Х1 и 3 сделаем Х1 и 7. Ну, здесь по-любому надо соглашаться, по-моему. Ну, это уже увеличит количество эликсиров прям значительно. Ничего не знаю. Откачаем все. Так, дальше у нас идет возможность себе бустануть дэмэдж. Либо же криты, либо же еще один дэмэдж. Ммм. Давайте, наверное, бустанем себе хиро дэмэдж. Он дешевле будет Х2 и 3, а здесь будет 28. А здесь у нас будет... Ммм. Криты так-то, по идее, посильнее бустануться должны. Ну, они и слабее прокачаны. Так, ладно, давайте, наверное... Наверное, просто дэмэдж качну. Пускай будет так пока что. Я так решил. Так, что у нас по ресурсикам? Подъехали эликсиры, которые мы с вами потратили. И также у нас появляется... А, сколько раз мы ревайн сделали. Окей. 48 гемов у меня есть. Так, за гемы мы с вами... Вы с вами, мы с вами можем что-то прикупить. Можно, по идее, купить билет, но я коплю тогда на 160, поэтому потом мы это и реализуем. Так, теперь баттлы у нас быстро должны будут пройти, но нужно будет Х2 получить бонус. Итак, тем временем я вновь добрался до сотого дня. У меня есть еще один билетик. К сожалению, не так много, как я хотел. Я думал, что у меня хоть побольше что-то выпадет, но в итоге только один билет выпал. Ну да ладно. И выпал Хэнк, конечно, тот, кого я ждал все это время. Хэнк, ё-моё, чё ты все вылезаешь-то? Я уже, может, возвысить можно, не то все еще с шестого уровня. Вас бы скомбинировать вместе, получился бы какой-нибудь супер-мега-млджи-юнит или какой-то супер-мутант, конечно. Что вряд ли было бы для нас хорошо, но да ладно. Так, смотрите, мы с вами можем прокачаться еще. Давайте хп-шку ману до максимума доделаем. Спелл дэмэджа пока трогать не буду. И критикл дэмэдж тоже бустанем. Наверное, по полной программе. Сколько есть, все туда вложу. Остатки куда-нибудь просто раскидаем. Так, ревайн теперь нас дает, смотрите, на соту не 550. 150 чисто сразу же это, при том, что мы еще дальше особо-то не прошли. Поэтому идемте на файт. Ну и после сотого дня у нас, по идее, должна будет пойти основная линия, да? То есть нужно будет где-нибудь до 105-го левела дойти до 105-го дня или до 110-го. Но дальше у нас будет открываться только магия. Поэтому я думаю, что до 105-го дня даем, откроем контейнеров. И, может быть, рубинчиков потратить, как вариант. Может, попробовать купить себе еще билетик. Я вот все думаю, может быть, приобрести все же его. А то как-то вот без билетиков грустно. А мне их так мало выпало. А я чувствую, что сегодня должна выпасть легендарка. Поэтому, наверное, я все же прикуплю себе еще один билет, как только мне... Как только мы сами дойдем до 105-го дня. Поэтому будем сейчас файтиться. А еще, к сожалению, у меня был последний шанс получить халявный билет, но мне так же его не дали. Ну да ладно. Может, хотя бы сегодня, если не легендарный герой, то хотя бы, может, легендарную пушечку дадут. Было бы очень даже неплохо. Стоп, у нас какой-то новый блок появился. Смотрите-ка, у нас теперь красная зона. Что за красная зона? Там какие-то более мощные враги будут выходить. Допустим, сейчас у нас пойдет, походу, новый вид врага. Опа, циклоп, нифига себе. Здорово! Так, ну циклопа мы с вами быстро изничтожили. Видимо, это волны с сильными мобами, что ли? Окей, вот это уже что-то любопытное. Теперь будем файтиться с вами с новыми врагами. Это хорошо. Новые враги-то прикольно. Так, и он всегда будет появляться. То есть всегда на предпоследней волне будет появляться у нас голем. Это циклоп, точнее, появляться. И чем он, интересно, опасен? Он просто супер медленный. Или он может, например, подойти на определенную дистанцию и в меня кинуть чем-нибудь? Я даже думаю дать возможность ему себя атаковать. Знаете, попробовать, посмотреть, что вообще он может такого сделать. Ну-ка. А, здесь, знаете, еще астральные динозаврики остались. Так, вот этого я не трогаю. Пусть идет, если, правда, наши ребята его не зафигачат прям по полной программе. Он просто супер медленный. Что он вообще может сделать? Так, что-то здесь стоит. Ага, подпрыгивает. Но это все еще не словом никакого урона. Так, и что ты будешь делать? Ага, камень взял. Так, ну да, камни, значит, будут фигачить. Понял, принял. Окей. Это у нас вариация нового дальника, который может наносить, наверное, много урона. Если его так просто оставить, и он будет вместе с остальными комбинироваться, и все они будут фигачить. Но пока я с ними вполне себе разбираюсь. Я довольно-таки прокачанный. Так что все замурчательно у нас, я полагаю. Пока что мы особо этих циклопов бояться не будем. А вот где-нибудь, наверное, на 150-м дне, если бы я до него доберусь, то там, конечно, либо циклопов больше станет, либо они будут намного жестче. Я вот так быстро не смогу зафигачить своими критами по косарю. Но я больше жду новых боссов. Мне нужно, чтобы появились новые боссы, потому что стареньких я уже много раз побеждал. Вот всякие вот некроманты, всякие зомби появляются. Вот это вот то, что мне нужно. Вот этого мне не хватает. Поэтому надеюсь, что они скоро времени появятся. А еще какие-нибудь, не знаю, сколько здесь всех видов боссов, можете в комментариях написать, сколько вы знаете. Вот, только не пишите волну, на которых они появляются. А то будут спойлеры. Я потом буду все знать. Буду расстроен тем, что буду все это знать, да? Поэтому пишите просто, каких боссов вы знаете. И все, пусть будет у нас вот так вот. Так, смотрите-ка, у нас тем временем... Сейчас должен будет быть 105-й день, наконец-таки. 105-й день, давай, появляйся. Так, что, сколько там еще горгули-то? Так, горгули, все, все вышли, прекрасно. Все, 105-й день. Наконец-таки файт с, возможно, каким-нибудь новым боссом. Если уж циклопы появились, может быть, здесь появится еще кто-то? Так, давай. Динозаврики, окей. Вы хотя бы быстро пройдете, пролетают просто мои любимые синенькие динозаврики. И мои нелюбимые медленные юниты. Пожалуйста, выходите быстрее. Мне нужен новый босс. Хочу получить себе контейнеры и купить себе еще один билет, потому что у меня есть ощущение, что оно должно что-то интересное выпасть. Кстати, пока я здесь фигачусь, заходите в мой Телеграм, заходите в мой Дискорд. Ссылка в описании, конечно же, есть. Буду вас рад там видеть, конечно же. Так, оу, нифига себе, у мужика появилась защита от заморозки. Вот что это. Мужик тот же самый, но теперь его заморозить нельзя. Резисты. Но, возможно, просто магию нужно более новую купить, более могущественную, и тогда мы его все равно заморозим. Оу, еще что-то новенькое. Так, магия, скорее всего, да? Так, новая магия, это у нас Ревелэйшн. Угу. Так, можно, конечно, было бы это все купить. Давайте купим, пусть будет просто. Что-то я магию ни одну не покупал, хотя бы разблокируем ее, и все. Потом можно будет ее как-нибудь складировать, да, юзать. Такс, окей, пошли открывать контейнеры. Так, что у нас? Опа, голден спин. Раньше, по-моему, не было золотого паркурта. Или она столько слепошарый? Так, погодите. Это что такое? 50 контейнеров? Здесь может рубины выпасть или легендарка со стопроцентным шансом? Что-то я не помню голден спины. Я все это время такой слепой был, или он только недавно появился? Допустим, ладно, окей. Так, и Кримзон Боу выпал. Хотя мог выпасть опять Скайсейбер. Так, ладно. Что у нас по достижениям? Здесь забираем. Я открою, пожалуй, парочку героев. Хочу просто геройский билет потратить, ничего не знаю. Да, это невыгодно, но я хочу купить себе еще кого-нибудь. Опять Хэнк. Ладно, я в ярости. Мне Хэнк надоел, я хочу купить себе еще один билет. Я все это потрачу, но я хочу себе выбить еще одного героя. Дайте мне героя. Да какой Пауль? Все, я, я, все, критический, критический удар по мне. Поэтому я открываю еще один. И это... Пауль! Боже, зачем ты здесь? Господи боже. Я надеялся, что у себя ничего не выпадет, а ничего не выпало. Все печаль, беда, все билеты улетели. Да. Ну, все, ребята, с вами был Кристалл. Хэхэхэ. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Лайками поддержите, подписочкой поддержите. Также в Дискорд, Телеграм, заходите в описании. Ссылки есть. Всем удачи, всем пока, не скучайте, не болейте. Пока.